здравствуйте мои дорогие друзья что хочу вам сказать на склад поступили горизонтальные почвофрезы бодили хорошо себя показали за три последних года оборудование завозим это в общем регулярно много очень положительных отзывов значит что хочу сказать про эту почву фрезу она имеет горизонтальный нож значит примерно глубина обработки будет от значит 1 сантиметра и до 15 сантиметров можем заглублять я считаю это глубина более чем достаточно и потому что она работает в приствольной зоне для того чтобы наш корневую систему не повредить очень хорошо на общем будет выполнять эту работу значит на вот на ней стоит-то щуп как вы видите этот щуп значит работает через электромагнитный гидравлический клапан подключаем и вот на два выхода на гидравлический довод у трактора и розеточку в нас подключаем тоже трактору и начинает работать этот электромагнитный гидравлический клапан собственно говоря благодаря нему и происходит смещение почвофрезы в сторону. Когда у нас впереди будет препятствие, вот УС соприкасается с этим препятствием и нажимается, так скажем. В этом случае начинает срабатывать электромагнитный клапан гидравлический и убирает почвофрезу в сторону. Как только мы препятствие обошли, возвращает назад ее в междуряде. Данная почвофреза оборудована специальной кнопкой для того, чтобы механизатор мог сам управлять этим механизмом, несмотря на то, что УС будет выключен, так скажем. Механизатор нажимает на кнопку в кабине трактора и сам в аварийном режиме убирает ее в сторону, отстреливает ее от препятствия в междуряде. Для чего это нужно? Это очень полезно, если у вас молодой сад, дерево недостаточно окрепшее, то есть менее 2 лет вашему дереву, вашему саженцу. Тогда эта функция очень-очень удобная и необходима для того, чтобы не повредить саженец, не повредить дерево. Работаем первый год, пока сад не созрел, достаточно саженец, работаем на кнопке. Или что можем сделать? Настраиваем максимальную чувствительность УУСа для того, чтобы он только-только соприкоснулся с деревом, то есть не происходило вот этого максимального нажатия. Мы настраиваем здесь самую максимальную чувствительность и только касается дерева, вот только-только, и она сразу начинает уходить в сторону. Значит, ну мы бы, в общем, рекомендовали вам работать на саженце от 2 лет, хотя бы 2 года минимум должно ему быть. Значит, что еще хочу сказать? Здесь, значит, вот, собственно говоря, почва фреза будет ехать на опорных своих лыжах. Необходимое тяговое усилие трактора от 35 лошадиных сил. Значит, в основном их используют на тракторе МТЗ 80-82. Хорошо себя показали. Значит, необходимая ширина между рядами минимум 2,5 метра и система посадки 0,80 и выше. То есть 0,80 между деревьями, между виноградниками, между саженцами винограда. Вот она будет работать эффективно. Если будет система посадка менее, чем 0,8 сантиметров между деревьями или саженцами, то она не зайдет просто туда. Ей не хватит места для того, чтобы в сторону уйти. Вот имейте в виду при выборе почвофрезы эту информацию. И ждем за покупками вас компанию Агроформат.